всем привет дорогие товарищи мы продолжаем играть в новый уровень 8 так ну шо ж после конечно такого забега серьезного чувствую здесь тоже будет серьезный уровень музыка вроде бы здесь уже получше и начинается все довольно тихо что ж посмотрим что будет дальше аптека так музыка я смотрю тоже набирает обороты опять со всех дверей начинают лезть никчемные зомби тихо опять нормально так ладно на импо у меня пока нет особо патронов так что я буду продвигаться в поисках ружья так это что еще один секрет что за квартиры таки для работников а это момент пункт и елкипалки зашел но там так лазарет стоп стоп 8 патронов жалко жалко на эту тварь тратить 8 патронов унитаз слушай здесь новый подход аптечек много а патронов почти нет потом будем штык ножом работать чё еще делать так сюда синий ключ естественно ладно погнали ой ёлки два патрона с нас какого хрена всякое видел такого еще не видел забег штык ножом шотгон господи думал этого не случится никогда окей ладно так там мы были тут не были в итоге че имеем довольно много так кто там двери короче ладно неважно а вот сволочь такая так медпункте лежит аптечка ну можно было тогда уже на полочку поставить какую-то медпункт все таки не обязательно аптечки валяться это чё лаборатория да чёрт тебя дерет вообще тупо нелепо шо одну шо вторую аптечку схавал господи боже мой что может быть нелитый ладно какое-то корыто с сеткой не знаю а ну лаборатория вины изучали здесь импа но этот имп оказался вот он не такой уж и мертвый сажал чувака и почти удалось сбежать ключевое слово почти так ну что погнали посмотрим что в синей двери короче лабораторные твари все-таки поспегали судя по всему это у нас все таки бета лобс закрыта закрыта открыта открыта ебте дрова можно убежать взлететь exit я такой exit ладно конечно же нет да ладно о господин ты боже мой это как в первой это как в первом думе чтобы выиграть надо умереть у меня такой подход не очень устраивает болен ну какой чувак в здравом уме полезет в кислоту конечно полезет так так стоп а где она была м м м а ну да да ладно да не может быть не мне кажется выход просто это должен быть в другом месте этот выход видимо затопило так да ладно секрет ну да теперь я уже только хотел сказать выходя не найти уже и секрета то есть такой короткий уровень и тут нахожу секрет я видел понимаю что мне все таки придется вот интересно такая дверка открытая я тогда заметил мне показалось здесь труба просто сейчас решил еще раз заглянуть тем не менее архитектурка здесь тоже в принципе нормально короче я не знаю что топится вроде бы как-то глупо кислота и табличку кстати действительно очень в тему поезд так ну это кнопка как бы а может с намеком на то что ну даже толку нет даже если выйду на взлетную полосу я все равно не смогу попасть так это надо еще уровнем ниже как-то по уровням ниже нам тоже не попасть потому что видимо это я вышел с лифта как раз который приехал с глубины ну что давай покончим жизнь самоубийством уже разом то пошло а да я вот за этот раз в этом уровне уже успел делиться несколько раз так ой 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 да ладно дайте мне хоть ракетницу я не знаю ой сколько ну это мне уже больше нравится чем то что я думал ну теперь поговорим Так, я еще думаю истравить, пусть они там тоже как-нибудь. Ну ладно, так. Импытом еще подгавкивают. Так что придется... Поверхность, кстати, неровная. Вот это я боюсь как бы не зацепиться в самый неприятный момент. Ох, патроны у меня. А, ну тогда никаких проблем. В общем-то так. Стоп. Здесь, видимо, рокет. Нет. Первый театр. Все. Пошла жара. Но я почему-то чувствовал, что рокет должен был где-то лежать. Кстати, удивляюсь, почему рокета не было на предыдущем уровне. Он там, кстати, тоже очень даже нужен был. Сто положили его на той карте, на которой рокет лаунчер вообще не нужен. По сути-то. Так, какого? Какого хрена? Знаете, я думаю, здесь музыка должна не быстро, а какой-то мистический. Потому что здесь худешь, ни хрена не поймешь. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Хе-хе-хе. Что такая вот, как мистика прям. Худешь. Ты можешь понять, где ты, мать его, ходишь. Так. Здесь где-то была птичка. Угу. Ох, здесь пожарило людей. Интересно, почему именно вот таким вот макаром, да? То ли они их сюда посбрасывали, то ли вот эта фигня проломалась, и они там погорели. Или она так проломалась, потому что они так умерли. Эээ, ладно. Ну, видимо, тут больше ничего нет. Так, я немного потерялся, вот. Все, нашел. Ну. Так, ты не щипаешься? Это хорошо. Так. Снова калифорт. О, ну вот это мне уже больше нравится. Хе-хе-хе. Ага. Ну, а текст, я так понял, старый. Так, ну и, видимо, после этого должен быть последовать то ли второй эпизод, то ли так и должен закончиться. Ну, в общем-то мне нравится. Последний уровень был, конечно, гораздо короче, чем предыдущий, да? Вот. Но, сделано, в общем-то, неплохо. Красиво. Хороший подход. Эээ, что могу сказать, в общем-то, в целом, о Ваде? Ну, наверное, во-первых, то, что я и говорил, да. Здесь очень хорошо сделана архитектура, музыка. Вот, не сказать бы, что хорошо сделана. То есть, где-то, буквально в половине карты она там, как сказать, подкачала. Вот. Но, насчет архитектуры, баланса и расстановки монстров. То есть, вот это вот, все очень круто. Освещение сделано, вот эта подборка текстур. Ээ, сама идея баз. То есть, очень все четенько сделано. Очень много интересных идей. Я думаю, такие сжатые маленькие карты, но сделано, по сути, отлично. То есть, оба автора собрались и сделали вот такой вот бета-лабс. Ну и что, в общем-то, говорить можно много. По сути, наверное, везде все сказал. Разве что, можно поставить оценку, наверное, поставлю. Ну, 9 из 10, так как на десяточку все-таки можно было бы сделать лучше. Да, то есть, если бы музыку по атмосфере подобрать, то есть, вот действительно, вот, как бы должно оно чувствоваться, а не просто по музыке. То было бы все, в общем-то, ништяк. Вот, ну и что ж. Наконец-то завершением. Я надеюсь, вам было приятно посмотреть мою летсплей. И посмотрим, как оно будет в дальнейшем. Ну, ладно, это я уже буду не здесь рассказывать. В общем, я конкретно жду Инквизитор 3. Вот. И, честно говоря, наверное, на этом мои вот сплей будут заканчиваться. Посмотрим, как оно будет. Ну, видимо, оно, скорее всего, таки будет. Вот, пообещал, я должен выполнить. Ну, а там уже как получится. Что ж. Всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова